Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня очень-очень жарко, прям погода для того, чтобы идти на море. Но сегодня у нас планы другие. В такую погоду мы обязательно идем за какими-то делами на рынок и все дела. В общем, я в инстаграме вчера выложила состояние моей квартиры сейчас. И многие начали писать, что зачем тебе обои лучше покраить стены. И начали кидать мне варианты из Пинтереста. Я посмотрела и поняла, что вы правы на самом деле. Зачем мне эти обои, если можно какие-то яркие цвета покрасить? Ну, не совсем прям, знаете, ядерные какие-то. Я просто хочу в спальне одну стену сделать какую-то с акцентом, что-то яркое. Еще не решила что. Надо уже смотреть по палитре. А посмотрела пару видео в ютубе, как красить стены. Оказывается, там ничего сложного нету и смотрится это очень-очень классно. Просто единственный момент, нужно выровнять стены. Не то, что выровнять, кое-где пройти шпаклевкой. А так, в общем и целом, мне кажется, будет выглядеть очень круто. Стены я хочу сделать светло-серые какие-то. И просто одна стена будет какая-то темная. Либо это будет желтая стена, ярко-желтая. Либо ярко-ярко-синяя, например. Но опять же, по палитре мы уже будем ориентироваться, какой цвет я буду делать. Хочу сделать акцент на одну стену. Мне кажется, так и проще покрасить. И как раз вам процесс покажу, как я буду все это красить. Только надо зарядить нормально блоковую камеру, чтобы не было таких каких-то казусов. И все это дело вам показать. Еще до этого у меня была идея нарисовать что-то на стене. А как у меня в скетчбуке. Но многие написали в комментариях. Я вот реально с вами советуюсь от чистого сердца. И вот то, что вы пишете, я прислушиваюсь к каждому мнению. Например, я хотела сделать жидкие обои. Потом мне начали писать, что Айка это безумно непрактично. Еще двоюродная сестра мне написала, что их потом отодрать невозможно. Это смотрится не очень. Я поняла, что нет. Теперь решила будем красить. И сегодня мы как раз так и едем выбирать цвет. Какого цвета у меня будет хата? Вот. И именно все эти материалы, они дешевле всего именно на рынке. Поэтому мы едем на рынок. Для начала нужно собрать постель. Легким движением руки. Постель сама по себе собралась. Еще мне сегодня обязательно надо переделать маникюр и педикюр. Потому что все в ужасном виде. Посмотрите, все торчит. Дизайн отваливается. Я себя некомфортно чувствую с такими ноготочками. Тем более никуда ходить не надо. Я все могу сделать сама. Немного поднадоел цвет. Я немного уберу длину. Думаю, что будет смотреться очень даже ничего. А еще вчера я не снимала для вас влог. Но зато отдраила всю квартиру, свою комнату. Протерла везде пыль на кафеле. Помыла полы. Поменял лоточек. В общем, много дел делала. Поэтому ногти тоже пострадали немного. Вы знаете, это любовь. Просто любовь безвозмездная. Это как любовь к ребенку. Ты просто его любишь. Вот я их тоже просто люблю. Не потому, что они мне платят или доплачивают за такой пиар. Нет. Просто любовь. Когда я вам говорю, что смело заводите домашних животных, они не приносят никакого дискомфорта и не портят мебель вокруг, то смотрите на эту сетку. В каком она состоянии. Вот теперь через эти дырочки легко может пролезть комар. О чем ты думал, когда ты это делал? Когда ты это делал? О чем ты думал? Ты хотел, чтобы комары пришли? На улице очень жарко, поэтому на рынок мы хотим пойти чуть-чуть попозже. Решила загрузить видео для вас в YouTube. Но что-то оно загружается 3 часа. Я посмотрела на скорость своего интернета. Скорость просто летает. Дело в самом сервере, в самом YouTube. Поэтому я решила исправить ситуацию с маминым ноготочком. У мам очень сильно сломался ноготь. Прям вот так вот посередине треснул. И это надо исправлять. Я предлагаю маме все ногти переделать. Но мама говорит, не надо, давай только этот один. Переделаем, а все остальное оставим. Притащила свои органайзеры. Очень удобно, кстати. Это мама у меня придумала. После этого у меня все лежит здесь. Мама, давай все-таки все переделаем? Да нет, они в хорошем состоянии. Единственное, вот это все. Вот, смотрите, как треснуло ужасно. А все остальное нормально? А у меня еще, знаешь, терпения тоже не хватит. А, ну тогда один переделаем. Да, только один переделаем и все. Маме уже переделали один ноготочек. Сейчас я буду переделывать себе вот эту вот красоту. В этот раз я попытаюсь сделать сложный градиент. Правда, не могу определиться с оттенком. Нравится и этот, и вот этот. И даже не знаю, какой же использовать сегодня. Я, короче, пыталась сделать градиент. Получилась какая-то фигня. Мне не нравится. Буду переделывать сейчас. Заняться мне больше нечем. Тут эксперименты ставить. Ужас. Пока твиксик тут лежал, загорал. Я сделала себе маникюрчик. Получилось очень красиво. Этот топ так круто блестит. Это новый топ. Сейчас вам покажу, кстати, его. Сделала такой мягкий квадрат. Цвет, конечно, многим не понравится. Но мне нравится. Однажды я его сделала маме. После этого влюбилась. Решила себе тоже. И вот у меня правая рука. Правая тоже ничего так получается. Просто времени ушло много. И первый дизайн, который я хотела сделать, он у меня не получился. К сожалению. Но зато у меня получился вот такой вот бардак. Хотя мне еще надо сделать педикюр. Но я немножко устала. Сейчас хочу поехать на свою квартиру. Гляньте, что нашла. Ну как я могу, не перекусив, поехать. Обязательно надо доесть. Он холодный. Как раз из холодильника. Арбузики только вышли. И мы уже купили. Время на маникюр очень сильно затянулось. Потому что я там сначала делала эксперименты и все такое. Поэтому, к сожалению, уже сегодня поехать на рынок и выбрать краску у нас не получится. С одной стороны, я думаю, это хорошо. Потому что мне в комментариях очень много важной информации пишут сейчас. Я выложила как раз-таки мукпанк. И там советы всякие. Какой фирмы лучше выбрать и так далее. Я все читаю. Огромное вам спасибо. Но в любом случае, я буду снять влог двух дней. Чтобы вам показать то, что мы выбрали. Возможно, сразу купим обои и покажем вам. Либо краска. Покажу, какого цвета мы взяли. А сейчас я направляюсь на квартиру. Как раз вам покажу, что там сделали. Как я вам в очках. Кстати, маме тоже надо купить очки на днях. Пойдем выбирать. Возможно, она захочет какие-то оптические. Со специальным стеклом. И плюс еще со светом. Можно и такие выбрать. Уже почти дошла. Смотрите, кого я встретила. Котенка и его мамочку. Какой милый. Надо в следующий раз, когда буду идти, покормить их. Уже мастер нам побелел потолок. Хотя я, если честно, никакой разницы не вижу. Вроде какой был потолок, такой и остался. Я в инстаграме вам показывала, что обои мы все отклеили. Кто не помнит, здесь были такие обои с рисунками. Очень ляпистыми. Я сначала не хотела их отклеивать. Но потом поняла, что без этого никак. Помыли хорошенько пол. В принципе, он неплохо выглядит. Мама предлагает его немножко прошлифовать. Вызвать специалиста. Но мне кажется, и так сойдет. Ничего страшного. Вот люстра у нас так висит. Будет другая люстра. Это просто временно. На кухне тоже все обои уже отклеили полностью. Обоев абсолютно нет. Будем, наверное, скорее всего красить. Много мусора, конечно, убраться надо. Еще на кухню надо провести газ. Надо позвонить газовой компании, решить все вопросы. И посмотреть, почему они вообще это сделают. А еще, естественно, этот кафель, как я вам говорила в предыдущих влогах, отсюда придется отклеить. Или как получится. Если не получится отклеить, придется все отклеить и поклеить что-то другое. Ну, посмотрим, как будет. Было бы хорошо найти такой же кафель. И вот сюда. Будет у меня такой угол кухни. А это моя прихожая. Коридор. Здесь тоже, как вы видите, уже обоев нигде нет. И слава богу, будем красить. Последний раз, когда я здесь была, я посеяла свои наушники. Наушники. Я так предполагаю, что когда мы отклеивали обои, наверное, наушники лежали где-то на полу. И вместе с обоями я выбросила наушники тоже. Потому что я отчетливо помню, что я приходила сюда, слушая музыку. Ушла без наушников. Либо я их по дороге посеяла. Хотя навряд ли. Но, скорее всего, и здесь. Вместе с мусором мои наушники оригинальные от айфона отправились в мусорку, прикиньте. Ну, это мое чистое предположение. Не знаю, пошла в магазин и искать наушники. Оказалось, что они стоят очень-очень дорого оригинальные. А реплика, она работает только с блютузом, и то работает кое-как. Поэтому вот так вот живу теперь без музыки. Здесь, значит, мы поменяли смеситель на новый. Потому что прошлый работал, но он был в таком виде, что страшно было на него смотреть. Поменяли на точно-точно-точно такой же, просто новый. И вот так вот у нас идет вода. И еще мы, кстати, вчера поставили душ. Естественно, не сами приходил сантехник. Здесь вот такой вот душ, который я как раз-таки и хотела. Поменяли освещение. Теперь здесь очень даже светло. Здесь положить мыло и все дела. Красота. Буду первая здесь купаться, как только появится горячая вода. Над этим тоже, кстати, надо немного поработать. Шла-шла-шла. Потом смотрю, что-то знакомое лицо. Шла-шла-шла-шла. Я смотрю, я реально, когда тебя увидела, долго стояла, думала, это действительно перманная или нет. Потом я смотрю, она тоже чуть-чуть приубавила шаг. И тут так смотрю на меня. Ну, встретились. Кстати, мне в комментариях пишут, что мы с тобой похуже, как сестренки. Так, даже пишут. И Сонечка, кстати, многим интересно, как она очень даже хорошо себя чувствует. Опасные действия делает. Обратно хочет на балкон. Купили круассанчики. Я их очень люблю. Это Seven Days. Кстати, надо мукбанк с ними заснять. Горячий чаечек. Еще мама подтянется. Я ей уже позвонила. Говорю, я здесь. Давай, ты тоже подтягивайся. Посидим, попьем чаек. Пришла мамочка. Мы тут сидим. Мне жена твоего брата предложила. Говорит, может, ты хочешь кушать? Я такая, да, я хочу есть. И мама такая сразу, успокойся, стоп, стоп. Я такая, ничего, да, свои можно. Ничего страшного. Сейчас будем есть. Доброе утро вам со следующего дня. Вчера доснять этот влог мне не удалось, потому что я хотела как раз-таки снять момент, как мы идем за обоями, покупаем краску или обои. Вчера посидела с двоюродным братом, посоветовала с ним тоже. Он говорит, лучше выбрать обои, потому что это более практично, то есть это надолго. Если будет краска небольшая, например, царапина или что-то, будет сразу сказываться на стене. Получается, каждые два года придется красить стены. Поэтому я решила лучше всего наглядно, просто похожу, посмотрю, какие обои есть. Естественно, вот такие вот с рисунками я брать не хочу. Я хочу взять однотонные, просто разные оттенки. И мы сами их будем клеить, поэтому возьму вас с собой. Ногти я уже закончила. Это вчера, по-моему, я вам показала, да? Получилось просто идеально. Сейчас мама должна закончить некие свои дела, связанные там с телефоном. И мы уже направимся на рынок. Все буду вам снимать, показывать, между какими вариантами я сомневаюсь, сколько стоят вообще обои. Мы делали ремонт в этой квартире, наверное, лет 8 назад. И вот эти обои, которые приклеены здесь, это очень дорогие обои. Рулон стоит около 3000 рублей. Но я у себя в квартире, естественно, такие дорогие клеить не буду. Какие-то, но такие средненькие. Главное, со вкусом, чтобы было. А так не столь важно. Мы с мамочкой быстренько собрались. Надели то, что удобно. Потому что ходить мы будем очень много, выбирать и все дела. И вообще, изначально нам надо пойти и снять с карточки деньги. Так как на рынке очень часто нету банкоматов. И там нужна наличка. Но для начала мне нужно обязательно поменять оправу у своих очочков. Есть вот такой вариант, который мне не очень нравится. Дело в том, что у меня у очков вот сломалась здесь оправа. И в двух местах, кстати. В одном месте я заклеила скотчем. В общем, очень недолговечно все это дело. Либо я неаккуратная. Еще здесь я увидела линзы девочки-славянки с голубыми глазками. Как я вам завидую. Но в то же время линзы тоже носить не хочу. К сожалению, мои стеклышки изначально были вырезаны очень маленького размера для прошлой оправы. Поэтому теперь уже с этими стеклами я не могу подобрать очки, которые мне нравятся. Либо надо опять перезаказывать. Но я решила это не делать. Мне очень понравилась вот эта оправа. Но, к сожалению, я взяла очень простой вариант. А теперь перейдем к самому интересному и ответственному моменту. Выбор обоев. Изначально я хотела одну стену сделать какую-то акцентную. И там поклеить, например, такие голубые, возможно, обои или что-то даже поярче. В общем, сделать акцент на этой стене. Можно даже вот такой вот геометрический орнамент тоже приклеить. Будет смотреться очень даже ничего. Изначально я сразу отсеяла обои со всякими цветочками, звездочками, рисунками. Это все не мое на самом деле. Даже вот если смотреть между этими двумя вариантами, я выберу просто обычный фиолетовый оттенок. Кстати, немножко неправильно передает вам камера этот цвет. И все остальные стены будут обычного вот такого вот цвета. Обои очень красивые, плотные, самое главное. И без лишней вот этой всей мишуры. Что касается цен, цены разные. На самом деле начинается от 5 монат, что делает всего 200 рублей российских. Но варианты, которые я вам показываю, это все средний класс. То есть это не самые бюджетные варианты. Мы купили обои, получается, рулон за 15 монат. И у нас ушло 9 рулонов. Но если что, их можно вернуть. Это тоже огромный плюс. Мы взяли так с запасом, чтобы если что, не надо было бегать за обоями. И все это в прямом эфире. Буду вам показывать, как я клею. Такой вот интересный орнамент тоже мне понравился. Возможно, для детской какую-то одну стену сделать акцентную. Вот я, кстати, сомневалась между вот этими обоями и теми, что я взяла. Дома вам обязательно покажу тот вариант, на котором я остановилась. Но дальше мы пошли смотреть еще и сантехнику. Мне очень понравилось это зеркало. Мне кажется, оно просто идеально впишется в мой туалет, в мой трон. И еще мы посмотрели немного там, что касается комби, отопительной системы. Обязательно пишите ваше мнение по поводу вот таких вот обогревательных труб. А это мы уже дома. И я вам показываю то, что мы выбрали. На самом деле, камера очень сильно искажает изображение. На самом деле, обои вот зеленые. Они достаточно ярко зеленые. Вот здесь вот лучше видно. Они не очень светлые, так скажем. И мне кажется, акцент именно будет на ту стену. Вот я сейчас как раз показываю, где будет изголовье кровати. В основном, все стены будут бежевыми. И единственная одна стена будет вот такой вот зеленой. Правда, опять же, немножко изображение искажается. Как вы уже поняли, мы уже дома. Купили обалденную просто черешню за копейки. Это порция бабушки. Бабушка, просто посмотри, какая красивая черешня. Да, очень хорошая. Огромная. А вот и вариант, на котором я остановилась. Такие очки у меня. Здесь камни сваровские. И оправа очень даже красивая. Она прочная, при этом нежная. Смотрится утонченно, классно. Вот, очень нравится. Здесь металлические вставочки, так скажем. По мне, очень классно. Сейчас надену, покажу вам. Ну что, как я вам, правда, замученная, затасканная. Главное, покушала, как пришла. Мне кажется, даже нет никакой разницы между теми очками и этими. То есть, те немного были вот так вот вниз, а эти уходят немножко вверх. А так мне очень нравится. Смотрится лаконично, красиво, нежно. Вот, пока что ходить можно. Но прошлое оправа, это вообще какой-то ужас был. Я ее купила год, наверное, назад. Даже года не было. Я очень аккуратно обращалась, не роняла, не садилась на оправу. И я замечала, что появляются какие-то трещины. Просто сама оправа была безумно хрупкой. Такое ощущение было, что у тебя сейчас в руках все развалится. Здесь такого ощущения нет. Годик послужит и нормально, ничего страшного. Что касается ремонта, наверное, мы будем клеить обои послезавтра. Я обязательно буду снимать, показывать вам весь процесс. Вроде мой двоюродный брат и жена двоюродного брата тоже говорят, что мы тоже придем, тоже поможем. В четыре руки нет, в восемь рук сделаем это все. Вот обои купили только для спальни. То есть, для кухни и коридора еще не приобрели. Это была моя затея, так скажем. Я хочу посмотреть, как клеятся эти обои. Если нам понравится текстура, если будет удобно клеить этой же фирмы, возьмем другие оттенки обоев в коридор. Но везде я хочу светлые обои. То есть, и на кухню, и в коридор. Не хочу темные вот эти вот всякие рисунки и все дела. Это мне не надо. Выбрала зеленые с таким нежно-бежевым оттенком. По мне, очень даже классно. В коридор обязательно хочу какие-то серые. Но посмотрим, как это все будет на стене выглядеть. Поэтому решила не спешить и все вместе не приобретать. На этом, я думаю, уже пора закруглять. Сяду сейчас монетировать для вас видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всех люблю, целую. С вами была Кремери. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok